Вальтер, в каком направлении будет развиваться в будущем такие поездки, повышение квалификации специалистов из Казахстана? Во-первых, я думаю, повышение квалификации руководящих кадров будет развиваться дальше. Мы будем подбирать теперь уже, наверное, все-таки секторальные программы, которые в области определенных индустрий, металлообработки, нефтепереработки, химических отраслей и так далее, где уже конкретно специалисты, мастера, наставники, будем говорить, будут приобретать конкретно опыт в своей специфической направленности. Сегодня мы работаем с академиями, конкретно с министерствами образования в том ракурсе, чтобы показать, будем говорить, с высоты птичьего полета саму функциональность практической подготовки специалистов. Ну а в Казахстане, если говорить, что касается развития, там, конечно, оно будет развиваться в таком своем, сначала, наверное, я так думаю, в своем региональном соку, чтобы академии, будем говорить, или те профессиональные учреждения становились некими такими мультипликаторами в своем регионе. Потому что каждый регион тоже в Казахстане отличается друг от друга, имеет свою направленность и так далее. Поэтому иногда, знаете, вот когда едешь с директорами, понимаешь, что они тоже начинают понимать вот эту их функцию мультипликатора. Потому что, когда наука связывается, будем говорить, и образование связывается с бизнесом или с экономикой, то тогда очень часто бизнес тоже надеется на те образовательные учреждения, которые как-то им помогут в области подготовки своих кадров, рабочих сил и так далее. Ну, сами академии, они могут быть некими такими, как бы вам сказать, коммуникаторами, это первое. Ну, а второе, и посоветовать правильно, может быть, построить свою работу в этой области практичной подготовки специалистов. Я вам приведу один пример. Мы вчера делали такой эксперимент, абсолютно простой, где доцент, который работает уже 20 лет подготовки, практической подготовки специалистов здесь, в Германии, сделал небольшой эксперимент. То есть он показал сначала в теоретической деятельности, как разобрать одну деталь. Это была абсолютно простая вещь с форсункой там, да, то есть такой распрыскиватель, будем говорить. Показал теоретически, попросил потом человека сделать это после того, как показал теоретически. Значит, человек на это потратилось где-то 6 или 7 минут, да, вообще, чтобы он действительно это сделал правильно. Ну, а потом сделал практическое занятие, когда показал человеку на практике, как это делать. Человек повторил и сразу же собрал. Представьте себе, это было где-то за 2,5 минуты, да. Вот, это наглядно показывает, что образование практичное, оно действительно целесообразно. Ну, а если дать определенные какие-то рекомендации, то я думаю, что действительно вот этот шаг Казахстана, посылать сюда руководящие кадры директоров академии и так далее, это имеет очень правильный, то есть очень правильный старт. Потому что, если в Германии акадуальное образование зарождалось с ремесленных каких-то профессий, да, где само предприятие понимало, мне нужно это делать, потому что я не буду конкурентоспособным, да, то в Казахстане это понятие тоже присутствует. Но дать понять, как система функционирует, может только учебное заведение. Поэтому я думаю, что такой сигнал серьезный пойдет из учебного заведения и потом шаг за шагом в практической деятельности развития своих отношений между бизнесом и образовательной системой будут реформироваться или модернизироваться системы профессионального образования, то есть колледжи, например, да. Я недалек от мысли, что, может быть, через год, через два появятся в Казахстане некие такие центры подготовки специалистов практической плоскости, которые, может быть, будут какими-то академиями или ресурсными центрами или компетентными центрами, совместно с немецкими компетентными центрами, через которые и будут продвигаться некие новые технологии, готовятся уже заранее специалисты для этих новых технологий, будем говорить, в таком тесном взаимодействии с немецким бизнесом.